Ровно 75 лет назад проходила Рогачевско-Жлобинская операция. За два дня советским войскам удалось прорвать оборону противника и форсировать Днепр. 24 февраля 1944 года Рогачев был освобожден. На торжествах в честь этого события побывали наши корреспонденты. Продолжение темы далее в обзоре от службы информации. Рогачевско-Жлобинская операция Во второй раз Красная Армия вошла в город в ночь на 24 февраля 1944 года. В Москве в честь освобождения Рогачева был дан артиллерийский салют. 26 февраля 13 соединениям и частям присвоено почетное звание Рогачевских. В Ветковском районе перезахоронили останки 56 воинов Красной Армии. Полевые поисковые работы в деревне Рудня-Спонецкая были проведены в сентябре прошлого года. Одновременно велись исследования в архивах, в результате которых удалось выяснить имена 53 погибших. После завершения всех необходимых процедур останки перевезли в братскую могилу, которая находится в деревне Тарасовка. Учения по реагированию на чрезвычайные ситуации в рамках Единого дня безопасности проходят на крупных предприятиях региона. Согласно легенде, в результате короткого замыкания на кондитерской фабрике «Спартак» произошел пожар. С сиренами и включенными проблесковыми маячками на территорию предприятия въехали более десятка машин-спасателей, скорая помощь, аварийная газовая служба и милиция. Действия ответственных службы персонала в условиях пожара отрабатывали также на Добружском фарфоровом заводе. Тут, по легенде, на участке по производству гофротара загорелся картон, пострадали сотрудники цеха. Мероприятия, приуроченные к акции «Единый день безопасности», продолжатся по всей стране до 1 марта. Гомельский обл. полком по итогам 2018 года признан победителем республиканского конкурса на лучшую практику деятельности органов местной власти по реализации государственной культурной политики. В номинации «Лучший областной центр» республиканского конкурса «Город культуры» победу присудили Гомелю. Награды конкурса «Человек года» в сфере культуры получили руководитель заслуженного любительского коллектива «Белоруссия» на образцовой студии циркового искусства «Арена» Мария Кузнецова и директор Гомельской областной универсальной библиотеки имени Ленина Марина Рафеева.